Паншевская долина 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 Мы сами знаем, как это бывает. Коммунисты пришли к власти в России на фоне политических и социальных противоречий, но никогда не пользовались поддержкой большинства населения тогдашней страны. Более того, они проиграли выборы в учредительное собрание. Они были в этом учредительном собрании меньшинство. Но именно потому, что у них была сила и что у них была винтовка, они разогнали учредительное собрание, они расстреляли рабочую демонстрацию в поддержку этого учредительного собрания и затем выиграли в кровопролитной гражданской войне. Мы хорошо помним, какими методами, каким беззаконием, какой жестокостью выигрывали эти бандиты, которые потом правили на территории России и оккупированных государств Центральной и Восточной Европы и Азии на протяжении многих десятилетий, оставаясь бандитами. И проходивцы, между прочим, ничего на протяжении многих десятилетий не менялось. Так почему, скажите мне, талибы не могут таким же образом править Афганистаном, если на их стороне будет сила, если никто не будет им сопротивляться? Сейчас говорят о том, что у повстанцев Панчерской долины, которые бросили вызов экстремистов, нет никакой возможности для того, чтобы победить талибан. Но кто знает, ведь в годы советской оккупации тоже считалось, что войска Масуда, старших Масуда, будут разгромлены и советские оккупанты смогут установить свой контроль над Панчером. Этого не получилось практически за все годы существования в Афганистане марионеточного просоветского режима. И за время, пока советские войска не ушли бесславно, не ушли из Афганистана, положив тем самым начало краху самой Советской империи. Панчерская долина не была захвачена талибами во время их первого правления в Афганистане. Хотя было огромное желание установить контроль над этой частью территории. Именно поэтому Масуд-старший был убит боевиками экстремистской организации Аль-Каида, которая подготовила террористические акты 11 сентября. Так, одиозный Бен Ладен выслуживался перед движением талибан, которая предоставила ему базу для подготовки своих жутких террористических актов против цивилизованного мира. И то стратегическое положение, которое занимает Панчер, может, в принципе, позволить отрядам Масуда-младшего долгое время удерживать контроль над долиной. И, по крайней мере, показать, что с талибами можно и нужно бороться. Если сейчас Панчер падет, а, кажется, понимаем, что и такие возможности существуют, то, в принципе, можно будет говорить об установлении настоящей теократической диктатуры в Афганистане. И, возможно, прав бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который говорит, что американская армия вынуждена будет, возможно, вернуться в Афганистан. Так тоже может быть, потому что мы не знаем, какую позицию по отношению к радикальным экстремистским группировкам во всем мире сейчас займут победившие талибы. Естественно, в первые недели и даже месяцы своего правления они могут утверждать, что собираются строить нормальные отношения со всем остальным миром, что у них нет никаких потребностей в борьбе. С ним, что они не собираются поддерживать террористов, мы уже сами видим, как заявление талибов по поводу консенсуса в Афганистане противоречит реальности, как убивают людей, как их не пускают в аэропорт, как начинают нарушать права национальных меньшинств. Все это будет происходить, потому что бандиты остаются бандитами, даже когда они изображают из себя участников цивилизованного политического процесса. Просто потому что участники цивилизованного политического процесса, они никогда не берут власть так, как взяли ее талибы. Талибы нарушил, кстати, те договоренности, которые были первоначально ими заключены с Соединенными Штатами и которые должны были дать старт реальному политическому диалогу в Афганистане. Мы же с вами прекрасно понимаем, что никакого настоящего диалога в Афганистане не было. Что талибы с самого начала были заинтересованы именно в уходе американских войск из Афганистана для захвата всей власти в этой стране. Вот почему их так бесит паншер. И вот почему паншер не укладывается в клише представлений тех, кто говорит, что талибы на самом деле пользуются поддержкой афганского народа и поэтому установили контроль над страной. Если на тебя наводят автомат, то, разумеется, ты начинаешь поддерживать того, кто с этим автоматом за тобой ходит. И это вот такого рода поддержка, которой талибы, по крайней мере, пользуются в тех городах, которые они захватили за время своего наступления. Если ты не хочешь бороться с силой, это не означает, что ты эту силу поддерживаешь. Это означает, что ты этой силы боишься. Вот и режим талибана, это террористический режим, который основан на страхе, прежде всего потому, что люди уже очень хорошо помнят, как талибы правили раньше. Как они не считались ни с какими условностями, как они уничтожали своих оппонентов. Это очень страшно в первые дни после их наступления попасть под эту горячую руку. Поэтому понятно, что сейчас люди шокированы наступлением талибана. Что сейчас они не знают, как реагировать на новую ситуацию, которая сложилась и в собственной стране, тогда, когда возник какой-то призрак возможных перемен. Но это не означает, что так будет вечно. Если сейчас повстанцам, которые формируют свои отряды в северных регионах Афганистана, удастся продемонстрировать, что они способны талибам противостоять, это может изменить всю ситуацию в этой стране и, возможно, в самом регионе. И не привести к той региональной дестабилизации, о которой мы часто с вами говорим. Вопрос только в том, кто будет посредником, если действительно переговорный процесс между талибами и жителями северных регионов страны, между талибами и Масудом, начнется. И действительно ли станет Паншер точкой невозврата для установления теократии в Афганистане. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, поддерживайте его, подписывайтесь. Подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи! Продолжение следует...